Всем привет, с вами снова славный дружиобломов. Мы находимся на даче, а это значит, что я хочу сделать, на самом деле для родичей, я хочу сделать свой любимый салат с кальмарами. И если же мы находимся на даче, то я могу сделать их копчеными, потому что абсолютно все, что ты делаешь копченым, становится немножко лучше. Но, смотрите, если вы находитесь в городе, то достаточно кальмаров просто почистить, и не нужно их коптить, вы можете просто отварить их 40 секунд. Абсолютно те же громовки, абсолютно те же действия, просто у вас будет не подкопченый салат, а с вареными кальмарами. Но, повторяюсь, если вы их варите, отваривайте их 40 секунд в большом количестве кипящей воды, тогда они останутся нежными и мягкими, а я своих подкопчу. У меня есть вот такие вот чудесные кальмары, для того, чтобы их подкоптить, само собой, нужно их очистить. До этого мы их открываем и проверяем, где у них тут всякие кальмариные перья. Блин, есть какое-то умное название для этого пера, я все время его забываю. Но, ладно, сейчас вы видите, что оно всплыло на экране. Я просто всех кальмаров вот так раскрою. Так, ага, вот перо, вот еще перья. И проверю вот так пальцами, что в них внутри нету ничего жесткого. Давайте еще одного. Наверняка вот этот должен быть с цельным гигантским пером. Нет, все в порядке. Ну, ладно, если вы видите какие-то какахи, еще что-то просто отрезайте, вырезайте и ножом вычищайте. А всех кальмаров я подсушу вот так просто бумажными полотенчиками по одной простой причине. Если вы коптите, особенно как-то горячего копчения, если вы коптите что-то мокрое снаружи, что-то прям мокрое, кальмары мокрые, то оно получается слегка кисловатым. Ничего ужасного, но, блин, в моем случае я все-таки подсушу вот так бумажными полотенчиками. А вы просто, если вы находитесь в городе, отваривайте 40 секунд в кипящей воде. И теперь мы наших кальмаров раскладываем. У меня вот такая вот просто самая обычная коптильня. Я на куске яблока, яблони, все это дело закопчу вот так в один слой. Оно, конечно же, скрючится все от температуры и всякое такое, но как бы и пофигу. Вот так. Как я ненавижу, когда такое происходит. Как я ненавижу, когда, блин, бумага начинает прилипать, потому что слишком влажно. И приходится ее вот так вот отчекрыживать. Как же меня это бесит. Ах, надо травок попить, чтобы меня так все не бесило. Ну вот коптильня, я кинул сюда пару яблочных щеп, еще влажных. Кальмар, блин, прокоптится за 10 минут или типа того. После этого я сюда опускаю кальмара, все шикарно. И ставлю все это дело на огонь. И закрываю крышкой. Вот, собственно, и вся моя коптильня. Вот, здесь есть гидрозатвор. Ну ладно, давайте гидрозатвор тоже зальем водичкой на всякий случай. Гидрозатвор просто мешает дыму, дым в глаза попал, выходить наружу через крышку. Да и все нормально. Пока все это дело коптится, осталось добыть яйца. Впрочем, мы их уже добыли и уже даже сварили. Смотрите. Ключевой элемент в данном салате это хорошие куриные яйца. И сейчас должна идти интеграция каких-нибудь какой-нибудь птицефабрики. Но нет, будет интеграция моих одменов. Не смотрите, что у них лысые попы. Они почему-то у каких-то лысых, у каких-то нет. Я не знаю, как это работает. А еще у них есть странная особенность. Они почему-то несутся в один насест. Я не знаю почему. Пойдемте покажу. Ну, то есть, вот, народ, чтобы вы понимали. У них три, короче, не насеста, а три гнезда, в которых они несутся. И все, абсолютно все, адмены несутся в одно. Это не я так положил. Они просто делают это по очереди. Пшла отсюда своим лысым хвостом. Я буду воровать ваши яйца. Ладно. Так. Не, все уже не теплые. Ну, ладно. Ну, короче, вы поняли, народ. Свежее уже, по большему счету, не будет. За день снеслись. Вот такая вот история для нашего салата. Ставьте пальцы вверх, если бы тоже сожрали. Так, надо не забыть закрыть, иначе они свалят отсюда только так. Вот, собственно, и наши яйца. Единственная проблема в том, что они... Мы их кинули сразу же в ледяную воду, когда сварили. Но проблема в том, что чистятся они суперотстойно. Почему? Потому что они сегодняшние. Эти яйца были снесены сегодня. Поэтому, черт подери, вот типа суперсвежие яйца чистятся вот примерно, ну, никак. Ну, ладно. Ну, а под копченными кальмарами дым начал вот отсюда выходить. А это значит, что, ну, блин, я даже не знаю, народ. Ну, 15 минут это края крайние. Ладно, народ, признаюсь честно, я немножко облажался. Потому что реально свежие яйца забирать у кур, которые были снесены только что, ну, типа сегодня, и пытаться их очистить, это идея прямо на премию Дарвина. Но у нас получилось что-то вот такое. Главное, тщательно все это дело отчекрыжить, чтобы не было абсолютно никакой вот шелухи. Пофиг, как они выглядят, по одной простой причине. Мы их будем нарезать. Нарезать, как вы нарезаете их на салат. Блин, Кура реально не постаралась. Смотри, Сань, маленький желток, нет? У остальных что? Ну, тут более-менее. Ну, ладно. Нарезаем все это дело просто как на салат. Можно полосками, можно как хотите. И просто крошим. Врать не буду, свежие куриные яйца идеальным кубиком вы не покрошите. Так что крошите по мере сил вот так. И вот. Короче, как в салат. Следующий ингредиент. Следующий момент. Сладкие, максимально сладкие, нежные и сочные крабовые палочки. Так, а вот, друзья мои, с крабопалками примерно такая же история. Я, конечно, мог сделать вид, что... С одной не сняли, с одной не сняли. Я мог сделать вид, что режу их супер аккуратно. Но зачем, если так сильно быстрее, и все равно мы эту кучу будем крошить. О, примерно вот до такой консистенции. Микрокубики вот так я покрошил. И добавляем к нашему яйцу все это. Выглядит уже вкусно на самом деле. Что там с кальмарами? Мне кажется, я кальмара закоптил слишком сильно. Поэтому я его буквально на минутку от лишнего дыма положу просто в холодненькую воду. Вот так. Но, в принципе, он должен давать у нас только копченость. Само собой он готов. Отлично. Теперь мы нашего кальмара режем на какие-то кубики. Вы можете также покрошить, как, собственно, яйца и все остальное. Вот. Я с него лишнюю копченость немножко в водичке смыл. Вот так. И теперь мы можем все это дело более-менее покрошить на, я не знаю, как назвать, кубики. Вряд ли, конечно, это кубики. Ну, да ладно. Пусть будет. 5-7 минут. И у нас получаются вот такие офигенные копченые кальмары. Нежные, мягкие, офигенные. Которых мы, в свою очередь, добавляем тоже сюда. К нашим яйцам и палочкам. Из специй отлично, точнее, из зелени, из специй-зелени, отлично к этому салату подходит петрушка. Ну, без особых каких-то палок. И, само собой, да, тоже выкрашенная, вообще, побрею ее вот так. Выкрашенная просто в труху, чтобы листьев там вообще не было видно. И когда я говорю вымесенная в труху, это примерно вот так. То есть совсем вообще, 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 вообще вот так. И добавляем все это к нашему салату. Я добавляю чеснока, но очень мало. То есть здесь салата, блин, килограмма 2 получается или около того, ну, по этим граммовкам. Я добавляю всего лишь 2-3 зубчика чеснока, потому что салат очень сладкий и нежный. Либо через чеснокодавку, либо мелко-мелко натирайте, но не перебарщивайте. Это не как салат с копченым сыром и луком, знаете, где чеснока можно фигачить просто от души. Здесь как бы вот так добавили, вот так, типа и все. Возможно, кто-то будет удивлен, но есть в этом салате и секретный ингредиент. Это, друзья мои, сахар. Это сахар, потому что крабовые палочки сладкие, и мы еще чуть-чуть усиливаем эту сладость. Совсем мало, типа столовая ложка на эти там 2 килограмма. То есть ни о чем, но вкус немножко меняется. Я добавлю примерно вот так, у меня гигантская ложка. Само собой, у нас соль идет по вкусу. Вот это все, немножечко соли. И у меня прямо в перцеволке здесь находится свежемолотый перец. Пару щепоток я добавлю. Заправлять ли все это греческим йогуртом, сметаной или чем, это я оставляю на ваше усмотрение. Я обычного мазика добавляю. Однако я добавляю не так, чтобы прямо салат плавал в этом майонезе. Я добавляю так, чтобы он только-только скрепился. То есть, чтобы он не был ни сухим, но и ни влажным. То есть, как только он перестает с вилки отваливаться, из-за мазика все зашибись. Перемешивать нужно хорошо. И очень желательно, так как там сахаринки есть, помните, перемешать пару раз и дать настояться минут 15. И да, друзья, пока не забыл, напоминаю, что все громовки данного рецепта находятся в приложении food.ru по запросу «Славный салат с кальмарами». Скачивайте приложение food.ru, делитесь своими рецептами, смотрите чужие рецепты. Там все проходит модерацию, все офигенное. По порциям можно выбрать все с фотографиями. Ссылка в описании. В итоге, друзья мои, просто багический салат. Один из вообще моих любимых салатов с кальмарами. На втором месте после закуски под пиво из кальмаров, которые мы ели во Вьетнаме. Но это закуска под пиво, а это именно салат. Что-то среднее между салатом с копченым сыром, но это кальмар. Оливье, потому что там крабовые палочки или крабовым салатом. Там яйца. Но сочетание реально, ну типа, на любой стол все это дело прекрасно зайдет. А с вами был славный дружеб обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok